Всем привет! Что бы я делала, если бы начинала свой путь фрилансера в 2021 году? Я скорее бы не переплачивала бы за кофе в кафешках. Сейчас мы сидим дома и пьем кофе подешевле. Экономим деньги, но это такие мелочи. В этом видео я поделюсь своим опытом и своими взглядами о том, как начинать фрилансить в нынешних реалиях. Давайте перейдем к конкретике. Где начинать предлагать свои услуги фрилансера? Где начинать предлагать свои услуги фрилансера? Платформ много, и если бы я начинала свой путь сейчас, в 2021 году, я бы остановила свой выбор на бирже фриланса Fiverr, и я бы выбрала второй сайт, тоже широкого профиля, или гуру, или вряд ли бы фрилансер, скорее бы people per hour, и сосредоточила бы свои усилия на вот этих двух площадках. Также я бы посмотрела на более узкопрофильные варианты, если такие есть в моей сфере. К примеру, если бы я была там графическим дизайнером, я бы попробовала на 99designs. И я бы не надеялась только на бирже фриланса. Я бы все-таки пошла в группы Facebook или в сообщество на Reddit и посмотрела, какие проекты публикуют. Я бы не зацикливалась только на биржах, я бы шла в соцсети. Если бы я была, допустим, графическим дизайнером или человеком картинки, я бы шла на Instagram, я бы шла на Pinterest, я бы искала разные варианты. На Angelist, на LinkedIn я бы везде ходила и искала, где есть проекты по моей специализации, какие выдвигаются требования, и пыталась бы, не стеснялась бы, контактировать с заказчиком. И я бы не пыталась сразу предлагать свои услуги за круглую сумму. Я бы, возможно, начала работать даже бесплатно. Нашла бы какую-то стажировку, какую-то работу в том же сообществе Reddit и нарабатывала бы себе портфолио. Я бы на этом делала акцент. Конечно, звучит несколько печально, мол, работать за бесплатно, но поверьте, если у вас будет уже парочку проектов, тогда вам будет проще начинать искать клиентов. Другой момент, которому бы я уделила внимание, это создание своего сайта, сайта-визитки. Потому что на одни платформы рассчитывать не стоит. Они блокируют за любое нарушение правил, могут навсегда вас убрать с платформы. И у меня были случаи из Fiverr, из People Per Hour, из Upwork, что меня блокировали. Потому что у них и так много уже фрилансеров, и они могут разбрасываться кандидатами. Поэтому, чтобы не терять свое портфолио, чтобы не терять наработанные комментарии, создавайте себе сайт. И когда вы успешно проводите проект через платформу, попросите заказчика, чтобы он также оставил рекомендацию на вашем сайте, к примеру. Или просто возьмите, сделайте скриншотом, где он оставил положительный отзыв о вас. И это все в копилочку на ваш сайт, чтобы это была страничка, которую вы можете показывать вашим будущим потенциальным клиентам. Даже если вот с платформами не сложилось. Потому что в будущем, если вы себя хорошо зарекомендуете на платформах, клиенты будут готовы с вами работать напрямую. И тогда вы сможете просто высылать им сайт без дальнейших писем о том, насколько вы прекрасны. У вас просто уже есть своя онлайн-визитка. Следующий момент. Я бы не ленилась и развивала свой LinkedIn. Я как-то этой платформой никогда особо не занималась. Мне казалось, она не полезной. Но, как показало время, эта платформа развивается. И она очень актуальна. И в этом 2021 году вы можете выходить на заказчиков, на крупные проекты через эту социальную сеть. Поэтому, пока вы делаете свой сайт-визитку, вы также можете все эти отзывы и весь ваш опыт дублировать на вашей страничке в LinkedIn. Следующее, что бы я сделала, так как это мне бы сэкономило просто массу времени, я бы подготовила шаблоны. Шаблоны под любой вид коммуникации. Будь то это отправка заявки на проект, или последующие письма заказчикам, или определенные брифы-опросники, или даже в конце, когда уже проект выполнен, и все всеми довольны, я бы подготовила шаблон под отзыв о заказчике. Я бы подготовила шаблон, так называемый, follow-up. После выполнения проекта бы написала, как было приятно с вами сотрудничать. Если у вас есть какие-то вопросы, обращайтесь. Потому что я каждый раз просто писала это. А если бы у меня были такие шаблоны, я бы экономила себе время. Конечно, надо не забывать, что мы не просто всегда копируем и вставляем шаблон, потому что мы его модифицируем. Но, тем не менее, я бы все-таки не поленилась, бы села и подготовила шаблон под каждую ситуацию. Потому что, если вы работаете в одной сфере, поверьте, ситуация будет себя повторять. Также, как раз вытекает из этого момента шаблонов, я бы много писала. Я бы не стеснялась допускать ошибки, я бы сидела с Grammarly, с другими приложениями. У меня уже записано видео на эту тему, посмотрите, ссылка в описании. О том, как писать на английском, не зная языка. И я бы усовершенствовалась, я бы старалась замечать свои ошибки, я бы перешла на профили других фрилансеров со штатов и смотрела бы, как они пишут. Даже, возможно, где-то брала бы их фразочки, их шаблоны, заготовки. Потому что чем больше пишете, тем лучше получается. Здесь нет никакого, как говорится, трюка. Просто надо практиковаться. И чем лучше бы у меня был письменный английский, тем у меня, наверное, быстрее бы возрастала база клиентов, потому что я бы меньше стеснялась, а больше действовала. Поэтому, да, делайте акцент на вашем письменном английском языке. А если вы хотите выходить уже на заработок выше среднего, надо бы и подтягивать свой разговорный, потому что те платформы, биржи, которые предлагают заработок повыше, они требуют, чтобы вы говорили на английском языке. И они проводят с вами видеоинтервью, поэтому я бы готовилась к этому. Следующий момент я назову так. Не будь ленивой. Я бы себе говорила, не ленись. Да, это непросто. Да, это сложный процесс от нуля до первого заработка, даже в 10 долларов. Но я бы просто настойчиво отправляла заявки. Я бы не ленилась. И работу я бы выполняла на все 100%. Потому что порой у меня тоже были такие ситуации, когда мне этот там какой-то проект был, ну совершенно уже не интересен мне, уже он приелся, и заказчик приелся, и хочется просто отвязаться. Но мы сейчас работаем в таких реалиях, что обратная связь очень важна. Вот эти все отзывы, фидбэки, это основное, на что обращают внимание потенциальные заказчики. Они, возможно, не так прочтут описание фрилансера о себе, как отзывы предыдущих заказчиков. Поэтому я бы делала акцент на так называемом customer service. Я бы была очень вежливой, я бы старалась избегать конфликтов, и я бы делала так называемый follow-up. О том, что всегда обращайтесь ко мне, и приятно было с вами поработать, если было, и старалась бы поддерживать такой имидж профессионала. Следующий момент. Если бы я начинала сейчас предлагать свои услуги, особенно на биржах фриланса, я бы думала пакетами. Объясняю. На Fiverr, если вы там были, вы видите, что можно предлагать услугу разных видов. Basic, Standard и Pro. Самый такой базовый пакет, средний и профессиональный, или там Premium, более навороченный. Потому что я когда подходила к вопросу того, что я предлагала своих услуг, я просто говорила, окей, там рекламная кампания, или там анализ трафика сайта. Вместо того, чтобы подумать, хорошо, если там клиенту, допустим, надо только это, вот для него уже есть такой пакет. А если клиент хочет, чтобы сразу все было, вот для него этот пакет. Было бы проще оперировать с заказчиками. И также я бы более конкретно адресовала свои услуги. К примеру, если вы графический дизайнер, я бы не просто говорила, я создам вам логотип, а я бы разбивала и употребляла как можно больше ключевых слов. Логотип для бренда косметики, логотип для автоиндустрии, логотип для вашего личного бренда в инстаграм, к примеру. Как можно больше конкретики, как можно уже специализация. Тогда мне было бы проще конкурировать, и заказчикам было бы проще выходить на меня. Потому что сейчас в море фриланса легко утонуть, если вы не заявляете себе более четко. Следующий момент, на который бы я обратила свое внимание, это налоги. Я бы разобралась, как в моей стране оплачивать налоги, как выгоднее это все осуществить. Я бы не поленилась, и я бы вникала в эти все законодательные системы. Также я бы подумала о том, как мне автоматизировать процесс с инвойсами. Конечно, я бы разобрала, что такое инвойсы, как их делать, а затем, как мне грамотнее, проще заказчику и себе создавать эти инвойсы, отправлять, получать оплату. Я бы рассмотрела разные варианты, потому что если мы работаем с клиентами из-за рубежа, многое из заработанного может съесть комиссии банков, комиссии международных переводов. И это все я бы постаралась оптимизировать. Я бы отвела время и рассмотрела бы варианты. Это очень важный момент, и на канале я освещаю, поэтому смотрите и экономьте. И такой еще важный момент, я бы хотела говорить, ко мне поступают вопросы о том, а какой курс пройти, чтобы стать фрилансером, а какую книгу прочитать. Я бы сказала себе в 2021 году не надо проходить никакие курсы, просто действуйте. Нет никакого такого золотого обучающего курса, который из вас сделает фрилансера. Из вас фрилансера сделает практика. Поэтому не ищите, не отдавайте деньги каким-то непонятным инфоблогерам, а просто работайте, просто нарабатывайте себе портфолио и практику. А о всем этом у меня в открытом доступе, бесплатном уже записаны видео, и вы их можете найти у меня на канале. Надеюсь, вам были полезны мои заметки. И у меня вопрос к вам, а как бы вы начинали? Как вы думаете, вот что меняется, как меняется рынок? И что важно учесть, думая на будущее? И если видео было полезным, ставьте лайк, покажите, что в такие какая-то польза была привнесена, и подписывайтесь на канал, если не хотите пропустить мои последующие видео, в которых я буду делиться большим опытом, как же зарабатывать онлайн, как фрилансер, и радоваться жизни. Спасибо за просмотр, и до новых встреч! Ну, скорее всего, я бы не переплачила за кофе. Ауч! Это мачо зеленая! А у меня кофта белая.